Стоп, стоп, стоп. Не так быстро. Для начала. Здорово народ. Новье подъехало. Рад вас видеть. Некоторое время назад Илья Иксайл позвал меня поучаствовать в фотошоп баттле с другими крутыми ретачерами у него на канале видео. Видос на самом деле необычный в том плане, что у каждого участника была своя тема и при этом разные исходники. Исходники делал я. Как это все происходило можете посмотреть чуть позже у Илюхи на канале. Мне попалась тема зомби и многие кто посмотрел видос у Иксала просили меня выложить процесс создания моей работы. Ну вот я и подумал, почему бы и нет. Поэтому сегодня я вам покажу из чего состоит мой средний статистический зомби. Интересно? Тогда ставь лайк и смотри видео до конца. Вот такой вот исходник у меня вышел. Ну и как вы понимаете до зомби еще далеко. Начал я свою работу с подбора фона. Перерыл несколько вариантов и пришел к тому, что это должно быть внутри. Чтобы освещение на Илье было оправдано. И нашел вот такую картинку метро. Правда там немного не хватало куска стены, поэтому я сразу же его быстренько дорисовал. Затем очень грубо вырезал Илюху, чтобы прикинуть перспективу. Потом применил лэнсблюр и в итоге сдвинул фон выше. Зачем я вообще дорисовал эту стену? Не спрашивайте. Я не знаю. Обычно когда я добавляю новые объекты в сцену, то подгоняю их по цвету и контрасту к фону. Но в этот раз я решил сделать все наоборот. Потому что изначально я выставлял свет на Илью и хотел бы оставить зеленоватый цвет в финале. Ну и затем я подумал, почему бы не оторвать ему палец. Why not? It's ok. На самом деле я просто не знал с чего начать преображение. Палец явно не сильно изменил картину, поэтому я испачкал в крови футболку. И да, реклама брендов, которые не заплатили за рекламу нам тут не нужна. Ну а теперь ответ на вопрос. Откуда я беру раны и повреждения на коже? Ответ вас удивит. В интернетах у других зубов. Дальше я закрасил глаза, прям как у LGA и немного подушатал ему рот. Все-таки не могут быть у зомби белых зубов. Впереди работа по такой же схеме, как и с первыми ранами. Главное подбирать аккуратно. Плюс ко всему, пользуясь планшетом, я добавил немного пятен на кожу и также нарисовал кровь. По ходу дела добавляю все больше деталей, рваную ткань, раны на руках, грязь, пятна и контурный свет. Один из самых любимых моментов в этой работе это глаз в руке. С ним тоже пришлось слегка поработать. А теперь я предлагаю посмотреть спидарт пятичасовой работы под классную музычку, которую я ускорил на пять тысяч процентов. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 попасть в следующий видос, придумай что-нибудь прикольное. Спасибо вам большое, что досмотрели до конца. Респект! Лайк, подписка, комментарий, жмите на колокольчик, чтобы первыми смотреть новинки. И скоро снова с вами увидимся. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok